Вы слушаете канал GH.Club, как суп Кэмпбелл превратил Нью-Джерси в штат, выращивающий помидоры. В рамках программы селекции томатов компанией по производству консервов было выведено несколько важных сортов. Когда вспоминаешь о легендарном супе Кэмпбелл, на ум приходят банки томатного супа или культовая гравюра Энди Уархола. Люди, вероятно, не слишком задумываются об ингредиентах, которые были в этих банках. Но Кэмпбелл решила сделать большие ставки на сельскохозяйственные исследования, чтобы расширить ассортимент своей продукции. Одним из самых больших вкладов компании в сельскохозяйственное пространство стала программа селекции томатов, начатая в 1910 году в Цинаминсоне, штат Нью-Джерси, которая включала проведение полевых экспериментов с целью выведения множества сортов с различными вкусовыми качествами с высокой производительностью и устойчивостью к болезням. Исследовательский центр томатов, организованный в 1937 году, отвечал за выведение известных сортов, таких как томаты JTD, Garden State и Роджерес, и помог сделать Нью-Джерси важным штатом, выращивающим помидоры. Фото, Smithsonian Mac.com Campbell Soup Company со штаб-квартирой в Камдене, штат Нью-Джерси, когда-то закупала большую часть помидоров на местных фермах. В штате садов 24 различных типа почв, и большинство из них подходят для сельского хозяйства. Основным районом выращивания помидоров Джерси является регион, ныне известный как внутренняя прибрежная равнина, который занимает площадь более 2500 квадратных километров на юге Нью-Джерси, граничащую с рекой Делавер на западе. Почва здесь состоит из суглинков и супесей и идеально подходит для огородных ферм и высокой урожайности сельскохозяйственных культур. Компания Campbell's, расположенная в этом первоклассном районе выращивания, имела достаточно хорошие позиции, чтобы удвоить свою ставку на то, что сельскохозяйственные исследования будут подпитывать ее сгущенные суповые продукты. Производство помидоров в Нью-Джерси можно проследить до 1812 года, когда производитель овощей Джон Лопер возделывал землю, принадлежавшую Ефраему Баку в округе Камберлент. В то время некоторые все еще боялись помидоров, прозвище этого овоща было «ядовитое яблоко». Есть история о том, как Роберт Джонсон из Салема, штат Нью-Джерси, стоял на ступеньках здания городского суда и публично ел помидор, чтобы доказать, что он безопасен, однако фактических документов, подтверждающих, что это произошло, нет. Только не говорите жителям Салема, которые в 2021 году возродили ежегодный фестиваль помидоров, который когда-то был назван в честь Джонсона и включает в себя реконструкцию местной легенды о поедании помидора. Фото – смеценианмаг.ком По мере того, как шли 1800-е годы, и люди преодолели свой страх перед помидорами, пикантные красные фрукты начали завоевывать популярность как коммерческая культура. Консервная промышленность росла в Нью-Джерси, и помидоры составляли часть консервируемых культур. В 1860-х годах стремительная коммерциализация томатного кетчупа как потребительского товара способствовала развитию выращивания помидоров, особенно в Южном Джерси, основном районе производства кетчупа. Кэмпбелл Суп Компани была первоначально основана как компания Joseph A. Кэмпбелл Презерв в 1869 году. В 1870-х годах компания начала продавать свой новый томатный кетчуп Бевстёк. К 1910 году, когда компания запустила свою программу селекции томатов, Кэмпбеллс претерпела изменение названия и выпустила свой фирменный готовый к употреблению томатный суп Бевстёк. В следующем году компания добилась национального распространения, и ей нужно было больше помидоров, чтобы удовлетворить спрос. Одним из помидоров, выведенных Кэмпбеллом, был помидор Рутгерса, происхождение которого восходит к человеку, который изобрёл процесс приготовления сгущённого супа, Джону Томпсону Доранцу, когда он был сотрудником Кэмпбелла. Позже он стал президентом компании. JTD помидор, названный в его честь, был выпущен в 1918 году и, вероятно, был выведен на ферме, где жил Доранес. Фото, смеценианмак.ком JTD томат, красный помидор среднего размера. В среднем весящий от 225 до 340 грамм. Он однородный по форме, вкусный и не трескается. Компания Кэмпбеллс стремилась стандартизировать свой урожай с помидорами одинакового размера и формы, а также без вкуса и пятен, поскольку её производственные потребности увеличивались. JTD помидор, хотя и был важен для Нью-Джерси, был признан даже на национальном уровне. В ежегоднике Министерства сельского хозяйства США за 1937 год он был описан как «интересный пример местного типа», разработан.